значит как мы относимся к поисковому маркетингу с точки зрения такого поверхностного скажем так поверхностного маркетинга я специально все очень сильно упрощаю сейчас чтобы было понятно когда мы работаем с поиском мы к поиску подходим с пяти разных как будет точек зрения зависимости от того что нужно нашему клиенту в его стратегии бывают пять видов пять ролей поискового маркетинга или пять ролей seo как это попроще если назвать да значит информирование да когда мы используем seo не для продажи а для того чтобы выводить туда какие-то информационные статьи обзоры это может быть даже информирующая контекстная реклама это могут быть информирующий баннеры информирующий ретаргетинг да то есть все то что по сути поддерживает контент-маркетинг и не является какой-то историей купи-купи дешево бесплатно доставка 30 секунд у тебя и так далее да это вот не эта серия конкуренты да это история роль seo которая говорит о том что мы хотим отхватить конкурентный трафик то есть мы будем работать по запросам конкурентов по брендам конкурентов по трафику конкурентов по каким-то конкурентным таким вот аналогом да какие-то истории где мы на поиске именно отрабатываем конкурентные истории брендинг да очень много начинающих агентства интернет-маркетологов и говорят что вот там какой же брендинг контекстной рекламе какой-то бы брендинг в поиске брендинг это же видеоролик брендинг это же медика ну понятно это совсем начинающий Ребята, не будем этого касаться. Естественно, что брендинг это не только визуал, это не только какой-то баннер или видео. Вообще построение бренда это процесс непростой. Он включает целую серию действий достаточно сложных и различные брендинговые механизмы также работают и на поиске в контексте. Как это ни странно. То есть забрендироваться можно с помощью текста, с помощью текстовых объявлений, с помощью вывода каких-то материалов полезных в поиске. Ну и опять же, когда мы говорим про визуальный брендинг какой-то, мы также активно работаем на вывод в поиске видео и картинок. То есть по запросам, где можно реально выстреливать видео и картинками, мы работаем тоже. Ну и понятно, что медийка там на поиске, это все очевидные инструменты. Отзывы и мнения. Это когда мы используем поисковые системы для того, чтобы выводить, условно говоря, в топ различные отзывы, мнения позитивные различные о компании, о продукте и так далее. Да, естественно, лучше всего, когда эти отзывы не написаны нами, да, естественно, лучше всего, когда это реальные отзывы и мы выбираем из них самые интересные, прокачиваем их и подтаскиваем в топ. То есть таким образом в топе может быть, например, сайт нашего клиента по какому-нибудь продающему запросу, а где-нибудь там в десятке еще болтаться отзыв о клиенте, о продукте, да, совершенно другого сайта. Да, очень часто, и в этом нет ничего странного и удивительного, где-нибудь публикуется на стороннем портале вообще статья или какой-то находится отзыв совершенно сторонний левый там, да, не наш, естественно, написанный, не нами, да, и туда вбухиваются бюджеты на прокачку этой статьи на стороннем портале этого отзыва, да, нам, потому что выгодно, чтобы он выходил в топ. При том, что мы, естественно, продвигаем чужой сайт. Ну, как бы для некоторых это нонсенс почему-то, да. Вот, значит, ну, вот такая вот история. Ну и продажи. Ну, с продажами здесь все понятно, это сформированный такой теплый, тепло-горячий спрос, вот, который мы, соответственно, закрываем с точки зрения SEO. Это там агрессивный контекст, поисковое продвижение, ну, там какой-то ретаргетинг, опять же, медика, может быть, продающая тоже, условно говоря, да, то есть, пожалуйста. То есть, вот видите, уже обычное банальное SEO, которое вроде как пообщался два часа с клиентом, подобрал запросы, сделал там минимальное улучшение на сайте, оптимизировал немножко структуру сайта, да, и вроде как вперед фигачим, да, оно вроде как превращается уже даже на этом уровне в достаточно сложную стратегию. И это я еще так сейчас совершенно поверхностный уровень рассказываю, да, то есть, понятно.